Как сейчас выглядит звезда Зимней Вишни, только полюбуйтесь. После Зимней Вишни о красоте и таланте молодой Елены Сафоновой узнали миллионы, сейчас актрисе 64 года, и выглядит она просто потрясающе. Елена Сафонова по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Популярность ей принесла роль Ольги в коротком сериале «Зимняя Вишня», который вышел на экраны в октябре 1985 года и сразу полюбился советским зрителям. У героини Сафоновой и Зимней Вишни женщины учились нежности и женственности, а мужчины тайно влюблялись в нее. На момент съемок в фильме актрисе едва исполнилось 29 лет, а сейчас ей уже 64. Но, несмотря на свой возраст, Елена продолжает оставаться все такой же прекрасной, как и долгих 36 лет назад. Елена Всеволодовна предпочитает естественную красоту, которой ее наделила природа, свои морщинки она не прячет, да и седину зачастую не торопится закрашивать. Она нередко заявляет о том, что внешние изменения никак не сказались на ее внутреннем состоянии. Любимица миллионов нечасто появляется на публике и предпочитает избегать шумных светских мероприятий. Работа в кино ее по-прежнему интересует, но она принимает участие далеко не во всех предложенных проектах, а только в тех, которые интересны ей. Так, пару лет назад Сафонова снялась в продолжении «Зимней Вишни», а сейчас в прокат выходят два новых сериала с ее участием. Стоит отметить, что с возрастом характер героинь, которых играет Елена Сафонова, сильно изменился. Если раньше режиссеры отводили ей роли романтично настроенных девушек, то сегодня она все чаще появляется в амплуах с антричных особ с непростым характером. Актриса в полную силу наслаждается свободой, уверяет, что благодаря своему возрасту и жизненному опыту она перестала бояться выглядеть где-то смешной. У Елены двое сыновей Ивана и Александра, которых она обожает. Актриса очень рада тому, что ее сыновья уже выросли, ведь теперь она может позволить себе жить так, как захочется. Заслуженная артистка России Елена Сафонова сыграла почти в полусотни кинофильмов, хотя в памяти массового зрителя наверняка осталась прежде всего главной героиней культового мини-сериала «Зимняя Вишня». Летом нынешнего года Сафонова отметит свой 65-летний юбилей, но несмотря на далеко не юный возраст, она никогда не была замечена в громких политических заявлениях. Поэтому появившееся в интернете открытое письмо Елены Сафоновой президенту и другим представителям действующей российской власти вызвало скандальный резонанс. «Вы разрушили мою страну, которую я люблю», — пишет актриса. «Вы разделили нашу страну на нас и вас. Мы с вами живем в разных странах. Ваша сытая, богатая, чванливая, оголтелая от безнаказанности, в нашей заукраденную в магазине банку шпрот сажают в тюрьму, но не сажают подонков и иже с ними. Вы уничтожили нашу культуру, складывающуюся веками наши ценности. Не убей, не воруй, живи посредством, не разрушай, уважай, люби и созидай». «Вы вытеснили из менталитета наших людей, особенно молодых, понятия честь, достоинство, совесть, порядочность, заменив их пошлостью, вульгарностью и примитивом. Матерятся уже даже дети в школах». «Вот такой уровень развития культуры в нашей стране. Пошлая программа Андрея Малахова, превращающая телевидение в площадку для бездарных разборок. Дура – это сам дурак. Вы, наверное, сами все это смотрите, и вам, наверное, нравится, размолчите. Вы вашим безразличием создали людей нового типа, пустых, примитивных, алчных, злобных и жестоких. Надо сказать, что деятели культуры, причем не только в России, очень часто критикуют власть. Но далеко не все отваживаются делать это в такой беспощадной форме, как Елена Сафонова, одна из самых нежных и лирических актрис позднего советского и раннего российского кино. Реакция тех, кому адресовано письмо, остается неизвестной». Продолжение следует...